что касается норм высева тоже очень интересная сейчас тенденция к снижению норм высева для азимой пшеницы я считаю что она абсолютно правильная позволяет не только экономить семена самое главное полностью реализовывать потенциал сорта национальный центр зерна имени лукьяненко очень активно для некоторых своих сортов продвигают снижение норм высева вместо там пяти шести миллионов которые все привыкли где-то допустимо даже там три с половиной миллиона три миллиона опять же это отдельная сорта которая которая очень хорошо кустятся и здесь ну грубо до все сорта азимой пшеницы можно разделить на те которые дают урожай за счет массы тысячи то есть крупноколосые семена сорта и те которые дают урожай за счет в первую очередь очень хорошего кущения так вот сорта которые хорошо кустятся им надо дать такую возможность куститься и соответственно их можно сеять со сниженными нормами села у нас сейчас вот здесь справа от вас это сорт гром который посеян с нормой два с половиной миллиона на гектар и соответственно тот же сорт который посеян с нормой расхода 4 миллиона на гектар и как вы видите визуальная разница здесь естественно видно но задача агронома это не посеять газон до посеять то количество растений естественно которая способна покормить вот данное поле конкретных условиях увлажнения и в конкретных условиях питания именно поэтому я думаю что сама вообще тенденция к снижению норм расхода это вещь положительная с точки зрения получения получения первую очередь урожайности потому что загущенные посевы особенно условиях юга россии как вы понимаете да они не способны куститься 1 7 и 1 колос это уже не тот подход который нужно соблюдать при выращивании зимой пшеницы выглядит она конечно не как газон вот но мы ожидаем что здесь будет выше коэффициент кущения это будет реализация как раз того самого грома не самого плохого жизни сорта согласитесь вот естественно здесь будет выше урожайность я думаю что конкретные учеты можно будет провести по коэффициенту кущения естественно уже весной когда будет на что смотреть здесь тоже только 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 начало кущения никогда не смотрите на пшеницу которая осенью выглядит пятиально потому что прекрасная не знаю там зеленая масса да это еще не показатель хорошей перезимовки не показатель урожайность когда мы говорим о том как себя чувствуют растения при разных нормах высева да то при снижении нормы высева естественно увеличивается площадь питания увеличивается способность растений усваивать влагу и соответственно меньше конкуренции между собой потому что для для зимой пшеницы и для пшениц вообще самый главный конкурент на начальных этапах это конечно же не сорняки а сами растения то есть они конкурируют в первую очередь друг с другом а затем уже там сорняками или с чем-то еще и поэтому здесь снизить вот эту конкурентноспособность на начальных этапах развития это позволить развить нормально развитую корневую систему а за ней уже все опять подтягивается вот ну и чем плотнее а посев тем сильнее развиваются и корневые гнили и листовые болезни и на плотных посевах естественно первая фунгицидная обработка обычно она необходимо просто необходимо по факту растения которые имеют большую площадь питания естественно они имеют возможность лучше раскуститься это больше продуктивных стеблей на метре квадратном ну и по большому счету в отсутствии конкуренции да это опять опять мы приходим к тому же что это больше развитая корневая система а это означает лучшая перезимовка вот такие растения которых больше питания больше влаги они лучше перезимовывают ну не говоря о том что там выше коэффициент кущения и высшей продуктивный листой и и и